Мы видим в наших записях место Писания, 1 Коринфянам 13, с 8 по 12 стих. В этом отрывке Писания апостол Павел говорит, что придут время, когда пророчества прекратятся. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся. Языки умолкнут, и знания упразднятся. И отчасти знаем, отчасти пророчествуем, да? Языки умолкнут, и знания упразднятся. И он говорит опять, мы знаем отчасти, и мы пророчествуем отчасти. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Мы говорим, да, когда был ребенок, говорил как ребенок. Я мыслил как ребенок. Я реагировал как ребенок. У меня причины были как у ребенка. Но когда я стал взрослым, я отложил в сторону все свое детское. Да? И мы идем в 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Сейчас. Тогда же мы начнем видеть лицом к лицу. Теперь, сейчас, я знаю отчасти. Сейчас. Но тогда, или потом, я познаю, подобно как я познан. Да, это местописание говорит о том, что пророчества упразднятся в одно время. И о чем же Писание говорит? О каких днях? Когда прекратится? Когда совершенное придет. Это то, что надо заполнить в восьмой пустоте. Это то, что Писание говорит? Когда совершенство придет. Придет конец пророчества. Когда совершенство придет. Пустота номер восемь. Слово совершенство. И потом апостол Павел дает контраст между тогда и которое время сейчас происходит. Другими словами, сейчас это сейчас. А тогда, это тогда, когда придет совершенство. И посмотрите еще раз, как он это описывает. Сейчас не совершенство. Тогда будет совершенство. Сейчас мы видим Иисуса смутно. Потом мы будем видеть Иисуса лицом к лицу. Сейчас мы знаем отчасти. Потом мы будем знать в полноте. Сейчас я всего лишь в процессе. Но потом я буду полностью познан. Когда же это потом? Когда же это тогда? Когда совершенство придет? Когда мы будем с Иисусом в небе. Точно. Это когда, это вы в полноте. Это когда заполняем девятую пустоту. Это когда Иисус вернется. Мы будем подобны Ему и будем видеть Его лицом к лицу. Когда Иисус вернется, нам более не понадобятся духовные дары. Десятая пустота, более не. Но пока Иисус не вернулся, нам нужны духовные дары. И в первом Коринфянам 1.7 Так что вы не имеете ни достатка, ни в каком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. О чем Павел говорит здесь? То, что будет явлено в последние дни. Возвращение Христа. Одиннадцатая пустота совершенства не означает церковь. Кто из вас знает, что церковь и общины несовершенны? Двенадцатая пустота совершенства не ссылается на законченный канон Писания. Законченный или завершенный лучше канон Писания. С Писания есть такой теологический термин канон Писания. И канон буквально подразумевает, что это собрание вместе всех Писаний. В одну авторитетную книгу, которую мы называем Библия. И это случилось где-то в середине четвертого века. Когда образовался канон. И некоторые люди верят, что вот этот завершенный канон Писаний то, что Павел называет совершенный, завершенный. Но на самом деле Павел говорит не о каноне Писаний, которые были созданы в четвертом веке. Он говорит о временах, когда Иисус вернется. Иисус вернулся? Надеюсь, что нет. А то мы тогда проиграли. У меня достаточно большой дом в Техасе. И там жена моя живет со мной. Моему младшенькому семнадцать. И иногда наша собака бывает с нами там. Но это как внучка. Собака-внучка. You know what a grand dog is? It's my married children's dog. They always drop it off at our home. Ага, внучатая собака. Это вот мои женатые дети и периодически отдают мне свою собаку. Это называется внучатая собака. So, I'll walk into a particular area of the house and I'll call my wife, my son, the dog. Итак, знаю, что должна быть собака, жена и сын младший. Никто не пришел. I'll walk into another room. Nobody will come. And I get this scary feeling. И у меня какие-то страшные чувства. О, Боже. The rapture happened. Все, вознесение произошло. God took my wife, my son, and the dog, but he left me. Бог забрал мою жену, собаку и младшенького, а меня оставил. Но Иисус еще же не вернулся. Поэтому есть еще время и место пророческому служению на сегодняшние дни. И Библия говорит в Откровении 11.3 И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать. Как же они тогда должны будут пророчествовать, если пророчества уже прекратились? Поэтому давайте обратимся конкретно к пророческому служению в Новом Завете. Почему мы должны этого желать, хотеть добиваться? Почему мы должны быть пророческой церковью? Почему мы должны продолжать двигаться в пророческом служении? Потому что я искренне верю, что новозаветные учения ясно учат, что церковь должна быть пророческой церковью. Давайте посмотрим, что же Писание говорит в Деяниях 2 главе 17 и 18 стих. В последние дни. А ну скажите все вместе. Последние дни. Когда начались последние дни? When Jesus was born. Еще и дни. When he raised. Not started yet. Они начались в тот день, когда об этом написано. That day that Peter stood up and quoted the verse out of Joel. В тот день, когда Петр стал и процитировал местописание Зиова. Потому что он сказал в последние дни. And then he said this is that. И он сказал так, вот так будет. Говорит Господь. So the last day started that day. Значит, в тот день начались последние дни. What day was that day? Что за день тот был? When Holy Ghost came. Yes, and what is the Jewish holiday? What was the Jewish holiday? What was the Jewish holiday? What is the Jewish holiday? Shabot. Shabot. What other holiday? Еще. The day of Пятидесятница был день Пятидесятницы что вот по-нашему день сошествия Духа Святого что было рождено в тот день да, точно восьмерки, плюсики ну короче, самые лучшие оценки вам в тот день церковь родилась церковь родилась сошествия Духа Святого что делает нас церковью что делает нас общиной Божьей Дух Святой в нас это Новый Завет это вот то, что было новым это уже больше Бог не рядом с нами не вокруг нас а Бог в нас это не больше Бог там за завесой это не Бог в той коробочке в ковчеге Бога выпустили из этой коробочки и теперь Он пришел внутрь тебя и меня и община родилась церковь родилась новые времена и мы называемся новым творением в Ишуа Мессии в Христе Иисусе потому что мы были рождены выше вот это делает нас верующими это делает нас общиной и церковью Божьей такими же великими так же это велико как был велик Авраам и вот все те великие переживания чувствования которые Он имел но Он не имел того что мы с вами имеем мы рождены свыше и теперь Дух Святой не вокруг а живет внутри нас и написано в тот день начались последние дни и Петр цитировал и Аиля то что произойдет в эти последние дни он будет изливать из своего духа и это произошло в те дни и происходит он сказал что излиется от своего духа на каких-то хороших людей что он сказал на всех на всех но мы понимаем что на всех кто принял это правильно это как и спасение спасение доступно абсолютно всем но не все спасены потому что его надо принять Дух Святой излит на всех но тебе чтобы иметь надо принять поэтому в тот день излиется от Духа на всякую плоть на всех людей и потом говорится об этих всех наши сыновья наши дочери наши юноши и наши пожилые да и потом он еще кое-что очень так точненько говорит что произойдет что произойдет из-за этого вы вообще осознаете какой особенный день тогда был это просто невероятный поворот истории у нас были времена патриархов у нас были времена закона у нас были времена пророков у нас было время когда Иисус пришел на землю Иисус прожил здесь только 33 года но служил он только 3 года и потом вот пришествие Христа оно такую огромную пометку во всей исторической линии сделало правда? рождение Христа изменило историческую линию повлияло и абсолютно все что происходило от самого Эдемского сада и до рождения все указывало на него но служение тех дней описано только короткий период времени и вот этот новый день то есть жизнь Иисуса и Его служение описано коротко и потом снова очень ясная пометка такая на линии истории опять произошел огромный поворот с того времени абсолютно все поменяется и будет от того дня и навеки другим да и вот из всего того что говорилось в тот чудесный незабываемый день который изменил всю ход истории что Бог сказал я изолю свой дух на моих сыновей дочерей юношей стариков на моих слух рабынь и они что? будут пророчествовать все что можно было сказать об этом дне историческом сказали что будут пророчествовать они спустились из своей горницы исполненный духом пришли на улицу петр встал наполнился внутри духом святым начали происходить просто невероятные вещи люди смотрели на этих 120 человек и задавались вопросом что происходит и мы знаем что на еврейские праздники люди со всего со всей Иудеи со всего Израиля приходили в Иерусалим люди с разными языками и говорящие на разных диалектах а эти 120 стоят и говорят и просто огромная толпа собралась вместе и задавались вопросом что происходит мы все слышим их говорящими на моих на своих языках на разных галилеяне которые имели галилейский диалект они говорили так что персы могли понимать другие говорили так что медиане могли понимать огромная толпа разноговорящих людей да что проще и свыше этого всего они говорят вы вообще 120 еще как алкоголики выглядите пьяницы я думаю что их так пошатывало немножечко потому что присутствие силы Духа Святого не давало им это было в первый раз они переживали такое может быть кто-то был наполнен радостью Духа Святого короче ты вообще алкаш полный а Петр встал и сказал нет и он процитировал пророка Иоиля в последние дни Бог зальет от Духа и он сказал вот этой огромной собравшейся вместе толпе и мы будем пророчествовать и Бог будет давать откровения в наши сны и Бог будет давать откровения в видение поэтому для меня это показатель насколько важным является служение откровений или служение пророческое и как настойчиво Бог показывает что это важно чтобы оно было в новозаветней церкви или общине вы видите это это очень мощно мощно и он говорит в последние дни и залью и мы поняли все что последние дни начались в тот день когда заканчиваются последние дни когда Иешуа вернется точно когда Иешуа вернется они не закончились мы с вами живем в этом отрезке времени я не жил в то время когда Иисус жил здесь на земле и я надеюсь что никто из вас не жил в то время правда никто так старенько не выглядит но я живу в тот отрезок времени исторический который Писание называет последние дни дни церкви дни общины дни Духа Святого и в этом веке верующих это век Духа Святого прямо сейчас Бог говорит мы будем пророчествовать и Бог говорит будут нам даны видения сны и это служение откровения аминь и из-за того что сейчас в настоящее время мы находимся во времена Духа Святого нам очень важно понимать что Иисус говорил о Духе Святом и так послушайте очень быстро но внимательно потому что эти местописания записаны у вас Иоанна 14 16 17 я умолю Отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами во век Духа истины которого мир не может принять потому что не видит Его и не знает Его но вы знаете Его Он с вами пребывает и в вас будет где Дух Святой Он и с нами и в нас и так сегодня следующее местописание Утешитель же Дух Святый которого пошлет Отец во имя Мое научит вас всему Как вы учитесь? Как я учусь? Что я делаю чтобы учить? Да проще люди Он же говорит speaking Я говорю Если бы я просто так пришел и стал и улыбался бы на вас Я бы чему-нибудь вас научил? Я бы научил вас одному что американцы странные люди Надо было такое мыслями передавать Ну пойми Ну пойми Но мы не учимся через передачи мыслей Мы не учимся просто переносим нашим телом вместе нашим мозгом вместе Вот знаете как животные иногда передают тектильно прикасаясь мы тоже так не передаем информацию друг другу Мы открываем свои уста и говорим поэтому поэтому Дух святой научит нас всему и напомнит нам все чему я учил Следующий стих Когда утешитель придет которого я пошлю вам от Отца Дух Истины который от Отца исходит Он будет свидетельствовать обо мне Дух Святой невидимый Дух Святой будет свидетельствовать потому что Он говорит на духовном языке из Духа в Дух и если Он будет учить Он откроет свои уста говорить А я должен открыть свои духовные уши и слушать Поэтому короче у Духа Святого есть уста чтобы говорить Да А вопрос есть ли у меня духовные уши чтобы слышать Да Следующий Еще многое имею сказать вам но теперь вы не можете вместить Когда же придет Он Дух истины То наставит или укажет путь вам на всякую истину Он направит вас на всякую истину Он понимаете что Иисус говорит Он говорит Я учил вас многому Но есть так много больше чему вам надо научиться и познать Поэтому когда Я покину вас Дух придет И Он будет учить вас то чему Я еще не успел вас научить И Он наставит вас на все что вам необходимо знать Он не будет говорить от себя Но будет говорить что услышит И будущее возвестит вам Вы только что это прочли? То есть Он будет говорить нам о будущем То есть о будущем Это то что Писание говорит Как многие из вас в вашем физическом естестве знаете что-то о будущем Но Он говорит что Дух Святой сделает это Он будет говорить нам о вещах которые только произойдут И это звучит как пророческое служение для меня Правда? Напоминает? Он прославит меня потому что от моего возьмет и возвестит вам или дословно и сделает известным для вас Правда это сердце Отца которое хочет говорить к нам? Да Сейчас сегодня в этот сезон в этот период времени всем нам даже мне Хорошо Так Сейчас мы посмотрим что Новый Завет учит о пророческом служении И 13 заполняем пустоту Иисус провозгласил что его церковь будет построена на камне Откровения Камень Откровения Знаете историю отрывок местописания написан здесь Когда он задавался вопросом с учениками кто я? За кого меня почитают люди и Петр ответил Ты Мессия Сын Живущего Бога Иисус говорит Молодец Петр Потому что Петр не всегда точно говорил Он кучу ошибок наделал Но тут он похвалил его Говорит Молодец Петр Справился Потому что ты не сам до этого дошел Но мой Откровение и ты но мой отец дал тебе Откровение и ты произнес спасибо И он говорит вот на этом я и буду строить мою церковь Этот камень Откровения Я буду открывать моим людям Я буду говорить моим людям Я буду вести свой народ Я буду давать им Откровение И второй пункт Все служение Иисуса было основано пустота номер 14 на Откровении от Отца Откровение от Отца Как Иисус вел свое служение Он сказал Я делаю только то что видел моего Отца творящим Он говорит Папа вот смотри творю Готов творить Отец дает ему Откровение И это то что он делает Один раз ему сказали твой друг Лазарь мертвый Валик мы тут бегаем а ты за камерой смотришь И он говорит Папа что мне делать Папа говорит не иди И он не пошел Ученики сказали что с тобой не так твой друг заболел Лазарь Ты же исцеляешь больных Ну так иди исцели своего друга Нет не то что Папа говорит Пару дней спустя Лазарь умер Иисус говорит Папа что мне делать Иди к Лазарю И ученики говорят мы тебя вообще не понимаем Он был болен ты не пошел А сейчас он умер ты хочешь идти у отца был более невероятный план да потому что тогда должно было произойти проявление через Иисуса потому что он должен был провозгласить себя Я есть воскресение и жизнь и проявить это показать это Слушайте это замечательная вещь по поводу откровения Мы будем участниками того что Бог делает вместо того чтобы пытаться чего-то с образициями по себе и попытаться что-то из этого сделать Не хотели бы вы жить просто свою жизнь по откровению Я думаю что у нас и результаты лучше были бы Номер три Павел обращается к Тимофею Пустота номер 15 Павел вел Тимофею следовать за пророчествами сказанными о нем чтобы исполнять пророчества привести в жизнь сказанной о нем Тимофей был самым младшим духовным сыном Павла его духовным сыном и Павел говорил в его адрес пророчества и Павел вспоминал другие пророчества когда другие говорили о Тимофее и Тимофей он был такой знаете непостоянный а Павел говорит Тимофей ходи в пророчествах которые были высвобождены в твою жизнь у нас написано не унижайте пророчества ходи в этих откровениях ходи в том что Бог о тебе говорит и я думаю что Павел переповторил несколько таких вещей ему и он говорит Бог не дал тебе духа боязни но духа силы любви самоконтроля Тимофей живи согласно тому что Бог о тебе говорит не о том что ты чувствуешь не о том что твой необновленный разум думает живи в тех пророчествах которые были сказаны в твой адрес аминь четвертое нам говорится в книге фессалоникийцам не уничижать пророчеств пустота номер шестнадцать не уничижать не пренебрегать не уничижать пророчеств не пророчество задолженное как само собой разумеющееся пророчество стих 1 фессалоникийцам 5 20 пророчество не уничижайте это та причина по которой я нахожусь в пророческом служении я был пастырем церкви это была баптистская церковь и я женился на женщине которая жаждала и голодна была по большему и она говорит не будет больше и мы начали искать вещей от духа мы начали учиться ходить в духовных вещах мы начали верить в дары мы начали учиться в дарах мы начали учиться поклоняться в духе мы даже начали учиться позволять духу делать то что он хочет а не мы но мы вообще не искали пророчеств и тут в один день член моей церкви приходит и говорит а когда мы пророчествовать начнем я говорю не 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 и я сказал почему я говорю я читал об этой группе пророков которые там творят что-то в этом Канзас Сити в пророческой своем церкви и они сумасшедшие причиной являются очень многих проблем и они вообще незрелые и они пастырю проблемы делают таких проблем мне не надо вообще больше и мы в пророчестве двигаться не будем на следующий день в моем личном времени с Господом я читаю этот стих 1 Фессалоникийцам 5.20 и знаете что я услышал Господь говорит кто ты такой чтобы решать что церковь будет или не будет делать это твоя церковь я сказал нет он говорит это моя церковь да сэр сказал ли я не уничижайте пророчества я сказал ну походу да он сказал я призвал свою церковь свою общину быть пророческой церковью и общиной я сказал хорошо Господь это было тогда а сейчас вот он я мы не только стали церковью практикующей пророчества я стал пророчествующим пастырем а сейчас я учу пророческих классов и вот как будто ниоткуда Джон Пол Джексон известный человек двигающийся в этом служении стал моим наставником и он учил меня наставлял меня и сейчас я езжу по всему миру обучая людей как функционировать в новозаветнем пророческом служении это просто невероятно по факту я наслаждаюсь этим больше чем либо другим вообще и это просто невероятно до того как я вернусь домой с вот этой поездки я проучу этому семинару шесть раз за эти две недели и мне нравится это делать номер пять пророчество один из даров данных церкви пустота номер семнадцать заполняется пророчество таки является одним из даров которые даны церкви и все дары они на сегодняшний день работают есть три местописания которые говорят о дарах римлянам двенадцатая глава эфесянам четвертая глава и первая коринфянам двенадцатая глава там часть главы и все три отрывка писания перечисляют пророчества как один из даров шестой наш пункт первая коринфянам четыре один говорит нам достигайте любви у нас написано ревнуйте но там страстно желайте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать итак нам сказали не просто ищите даров духовных но горячо желайте пустота номер восемнадцать да горячо желайте даров духовных и седьмой пункт последний седьмой свидетельством Иисуса является дух пророчества свидетельством самого Иисуса является дух пророческий сейчас мы быстренько пропустим пару страниц вот следующей полторы страницы это список по пункту двадцатый вы можете прочитать о лидерах это ключевые люди за всю историю церкви которые искали или принимали участие в духовных дарах как и в даре откровения или пророчествования видите список начинается с дедаха номер один и заканчивается Джорджем Уитфилдом 714 год это ключевые люди многие из них были ключевыми людьми в пробуждениях которые переживала Америка это подтверждение что за всю историю церкви люди двигались в дарах и до сегодняшнего дня эти дары используются почему мы перечислили вот этот лист исторических данных это чтобы напомнить себе и показать себе что мы в течение всей исторической линии всего времени были церковью которая двигалась в пророчествах люди двигались в духовных дарах демонстрировали и люди были ведомы Духом Святым и даже несмотря на то всегда было количество верующих которые говорили не мы так мы так не делаем они существовали с времен Дня Пятидесятницы и как минимум группа людей была та которая двигалась в этих дарах правильно и так для тех кто пренебрегал дарами говорю что сейчас мы живем во времена когда больше и больше людей начнут принимать снова и снова дары и на прошлой неделе мы были в Хмельницком там и там был в гостях также парень который родился в Штатах но сейчас он живет и служит в Амстердаме и он был в Хмельницком пока я был мы служили вместе только пятницу вечером этот парень принадлежит какой-то части пятидесятнического движения и они имеют историю свою где они отрицали и отвергали пророческое служение даже современное но из-за того что сейчас люди из их деноминации двигаются в дарах пророческих вся деноминация снова приняла это как дар и начала принимать это и двигаться в этом поэтому мы с вами живем во времена когда Бог восстанавливает это для всей своей церкви поверьте есть еще баптисты которые верят в пророческие дары есть даже баптисты которые уже танцевать начали слава Богу я бы танцевал не умею как мы убеждены что дары есть движутся это но Субтитры создавал DimaTorzok